Мы простые люди. Беремня жила, можно сказать, жизнь была. Здесь все было, и клуб был, и медпункт был, и столовая. Два раза сократилось население. Растащили все. Миллионы сказали, нужны миллионы на эту крышку. И люди сразу как пук-пук-пук и ковырнулись. Как специально все равно, что ли. Это уничтожение. Совсем недалеко от предыдущей деревни находится еще одна деревня, полузаброшенная Кистунова. Ну, точнее, как полузаброшенная. Здесь население за последние 10 лет сократилось почти вдвое. Как говорят, что здесь было около 500 человек населения. Сейчас прописано 300 с чем-то, а по факту живет порядка 150 людей. Поэтому здесь тоже, к сожалению, многие объекты инфраструктуры закрылись и не функционируют сейчас. Из трех многоквартирных домов фактически проживают люди только в одном. Их, что называется, жители этих домов уплотняют, потому что, ну, невыгодно отапливать все три дома. И по мере того, как жители умирают или уезжают из этого поселка, оставшихся жителей из вот этих многоквартирных домов переселяют в соседние дома, чтобы по факту сейчас отапливается только один такой дом и деревенский клуб. Здравствуйте! 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 У нас путешественники ездят, да? Да, все, видите, как хорошо. А у нас все уже опущено. Китайцы немножко держатся. Держатся еще маленько. Пока еще и концерты ставим. Музыка и все. Вот сейчас концерт был у нас до этого. Опоздали маленько, да? Музей есть. Левина Викторовна, привезли к музеям. Держатся или какой? Ну, у нас как колхозный, типа, для колхоза музея есть. Можно посмотреть? Интересно. Вы не бойтесь, мы люди такие сады. Держатся, мы простые люди. У нас раньше был детский сад, представляете, такой хороший сад, в котором наши передовики. Наш колхоз был на первом месте, лидировал. Поэтому здесь такие панельные навыки построены. Да, очень много коттеджей было построено там дальше, трехэтажки. Все жилое газифицировано было здесь. А сейчас газа нету тут? Газа нет теперь, да. Процветал колхоз. А что случилось? Почему так? Теплица была большая, мы даже это все продавали. Здесь цветы выращивали, тюльпаны. А что было вообще при Советском Союзе из-за инфраструктуры? Школа, наверное, была. Здесь, да, здесь школа была у нас. Был медпункт, ну, библиотека однозначно, дом культуры. Вот, ну, деревня жила, жила, можно сказать, жизнь была. Сейчас, конечно, это и население меньше стало, и молодежь уезжает, потому что нет работы. Школа закрылась, детей надо куда-то за 9 километров возить. Вот, нет возможности у молодежи здесь, но и пенсионер, в основном пенсионного возраста. То есть, вот список жителей деревни Пескутова, которые раньше проживали, да, вот, и которые на сегодняшний день проживают. И семей, конечно, намного меньше. Мы по прописке числились 355 человек. А было сколько вообще опять? Вот, население было, ну, хорошее такое, за 500 население. Вот, и сейчас, конечно, по прописке 350, 150 проживают на данный момент. И в основном это... Два раза сократилось население? Да, пенсионеры, в основном пенсионеры сейчас. А что, а куда люди-то исчезли? Два раза больше, два раза меньше. Куда исчезают? Уезжают из села, нет? Вот, три у нас, наверное, в пулярезы видели, да, две трехэтажки, они вообще не существуют. Я, когда сюда приехала 13 лет назад, я шла во второй трехэтажке. Да, теперь в третью сейчас переселили. То есть это расселяют или все-таки люди сооружают? Нет, закрывают, все, ну что, потому что остается, все люди уезжают куда-то, нас осталось вот девять семей. Невыгодно дом отапливать, правильно, котельный отапливает нашу трехэтажку и вот дом культуры. Сами жители, они, конечно, молодцы, они за своими домами следят, в общем. Актовый зал в клубе в аварийном состоянии уже не первый год. Течет крыша. Хоть какие-нибудь надежды есть, вы можете себе отреставрировать. Нам сказали, что на 21-й год у нас будет проект, вот, на этот год, вот, крыши очень многое там запланировано. Миллионы сказали, нужны миллионы на эту крышу, так я говорю, легче. Обалдеть, что так дорого-то? Ну, не знаю, приезжали, сказали, такие, я говорю, легче здания уже новые построить. Миллионы-то, конечно. Нам еще сказали, три с половиной миллиона. Вот, первый раз. Ну, приехали у нас кто-то, депутаты с Максатьхи, еще там. Ну, они-то, конечно. Три с половиной миллиона. Я говорю, да вы что, у нас, говорю, вот, школа закрыта, за 700 тысяч, говорю, ее, вот, ну, продают. Я говорю, мы бы туда перебрались. А сейчас-то магазин есть какой-нибудь? Вот у нас, вот этот магазин. Он работает. Он работает, да. Прямо рядом со зданием клуба находится здание, где раньше располагалось кафе. Кафе и столовая. Сейчас все это заброшено. Здесь был зал. Вот это, похоже, барная стойка. Здесь, очевидно, был обеденный зал. Дальше, вот, за этой перегородкой располагалась кухня. Здесь уже мы можем видеть достаточно мощные системы вытяжки. Из трех многоквартирных домов заселенным остался только один. Жители, которые проживали в остальных двух, которые сейчас заброшены дома, кто-то уезжал, кто-то умирал, а оставшихся жителей переселяли. Всех собирали как бы в одном доме, чтобы оптимизировать расходы на отопление. Чтобы не топить три дома, а отапливать только один дом. В принципе, наверное, ситуация, она типичная для большинства поселков, для большинства деревень, для большинства малых населенных пунктов, которые находятся, ну, скажем так, в глубинке соседних с московской областями. Вот, собственно, эти выселенные трехэтажки. Вот одна. За ней там позади виднеется еще одна. И самый дальний сейчас от меня третий дом. В нем проживают люди, которые раньше жили вот в этих двух домах. Их всех, что называется, уплотнили, переселили в дальний дом, чтобы оптимизировать расходы на отопление. Ну, а в самих домах здесь, к сожалению, тоже все заброшено. Все вынесено практически подчистую. Окна везде побиты, соответственно, из-за влаги отходят обои. Здесь вот даже пол, то есть не перекрытие бетонное, здесь был настеленный деревянный пол, даже его сняли. Ну и, собственно, состояние самих квартир, того, что от них осталось, уже просто удручающее. Когда-то здесь жили люди, когда-то здесь кипела жизнь. Были праздники, отмечали также Новый год, также Рождество. Сейчас это все в запустении. И вот еще одна заброшенная деревня на нашем пути, совсем рядом с городом, с Вышним Волочком. Тверская область, к сожалению, богата на заброшенные деревни. И многие из них находятся рядом с крупными городами. Вот эта заброшенная деревня, например, она расположена в 10 километрах от Вышнего Волочка. И несмотря на то, что рядом дорога, удобный подъезд, все дома в запустении, все дома разрушаются. Деревня брошена, никто сюда уже много лет не приезжает. И, к сожалению, эта тенденция, она становится массовой для деревень, для небольших сельских поселений. Народ покидает свои дома, народ в поисках лучшей жизни уезжает в города, в крупные города, такие как Москва, Питер. Родные места остаются заброшенными, старики умирают, молодежь покидает деревни. И мы наблюдаем вот такую вот картину. Вроде еще совсем недавно, несколько десятилетий назад, живые поселки, живые деревни оказываются никому не нужными. Когда-то крепкие дома, срубы, в которых жили люди, сейчас они в запустении и очень быстро разрушаются. Прямо возле дороги в эту деревню, дорога пересекает ручей, и у ручья сделано интересное сооружение. Местные жители, которые здесь когда-то жили в этой деревне, они построили на берегу ручья себе погреба. Вот здесь четыре трубы, очевидно, это четыре погреба. У одного дверь открыта, у дальнего там дверь закрыта. В общем, в принципе, здесь достаточно хозяйственные люди жили, обустроили себе быт в свое время, пока не пришли лихие годы, которые повыгоняли людей с их насиженных мест, а заставили искать лучшие доли, лучшие жизни в больших городах. Время, конечно, не пощадило. Не только судьбы людей, но и вот такие заброшенные дома. Дома стоят уже все покосившиеся, с обвалившимися крышами и доживают свои последние месяцы, может быть, максимум годы. Какие-то дома совсем разрушены. Тут уже, можно сказать, от дома ничего не осталось. В какие-то из домов мы сейчас попробуем заглянуть и посмотрим, осталась ли там какая-то обстановка. В каких-то из домов, похоже, есть хозяева. Вот здесь, очевидно, люди приезжают, возделывают свой приусадебный участок, если можно так выразиться. Здесь видно, на вот этом домике сохранились замки. И вот удивительно, здесь на двери надпись мелом. Не знаю, сейчас видно ли это на камеру. Заколебали уже пятый раз обворовывать. Имейте совесть. Дальше практически нечитаемо. Но вообще, конечно, удивительно, что воровать вот в такой вот хижине. И действительно, зачем лезть в такой домик? Видно, что у людей и так нет денег. Они стараются, поддерживают вот это нехитрое имущество, как могут. И, конечно, очень жалко. Жалко, что находятся люди, у которых поднимается рука на то, чтобы залезть в такой домик. Я думаю, что даже, скажем, замки для таких людей – это определенное имущество. А находятся люди, которые не гнушаются залезть в такой бедный домик и что-то оттуда взять. Причем видно, что люди тут пытаются обставить свой быт, насколько могут, с душой. Стоят какие-то часы, которые сейчас не ходят, и, возможно, вообще уже не рабочие. Стол украшен старыми виниловыми пластинками. А вот хозяйственная постройка, у которой с задней стороны, с задней как бы части ее, зачем-то сломали стену. То есть это даже отсюда сейчас видно, с торцевой стены и с задней стороны стены. Хорошо видно, что у этой хозяйственной постройки зачем-то была сломана торцевая стена, и сзади там просвечивает дыра в стене. Ну и дальше тоже всеобщее запустение. И среди всей этой разрухи единственный живой, жилой дом, рядом с которым стоит телефон-автомат, который выглядит сейчас. Вот эти телефон-автоматы, которые ставили по какой-то государственной программе, в таком умершем поселке, он выглядит практически как насмешка над теми жителями, которые здесь когда-то раньше жили и покинули это село над теми жителями, которых уже, к сожалению, нету в живых. А вы тут живете? Ну, как и. Постоянно живете или приезжаете? Дом зарегистрировано. Ясно. А больше тут жителей нету в этом поселке? Больше жителей вообще нету в этом поселке? Нет, тут приезжают, вот, дачи есть там, как говорится, здесь вот, ну, как огород. Ну, как дачники. А там вот туда, по дороге, сейчас-то заняло снегом. В лес туда? Метры в триста, наверное, да, там дачи много. Ага. Ну, там заброшено в основном, было раньше 75, по первости, а сейчас, ну, на человек, может, 6-7 осталось. И даже дома побросали. Да, и все, ну, там все это, как говорится, уже. Жалко. Растащили все, ну, короче, ну, кто что, там, кирпичинки, доски там, ну, это все таскают. У кого так вот осталось там. Ну, да. Там пчел держит одна. А тут прям деревня была, ну, постоянно люди жили. Здесь было, наверное, с 54-го года, вот как я помню. Я, то есть, как, наверное, в 57-м, да, родился здесь. Здесь все было. И клуб был, медпункт был, столовая. Раньше торф добывали, раньше завод Кахноматик. А, этот, например, торфоразработка в деревне была. Он был торфом, как говорится, этот завод отапливался. Газа не было еще когда-то, при болотине, ну, там еще. И вот здесь кругом одни карьеры выбирали, этот торф. Вагонетки ходили эти, ну, как маленькие были, как они. Ускоколейка. Да, такие маленькие. Вагонетки отсюда, вот, так-то раз там и шла, вот, по, да, чем туда, на завод. А что за завод тут был? Красный маяк, стекольный. А, стекольный. Ну, он тоже сейчас же не существует. Черт, давно, это уже с 2000-го года. Там в Вышнем Волочке музей заводской. Ну, точнее, как, не то, что заводской, а какая-то память об этом заводе осталась. Да, там, наверное, все растащили, там, ну, кое-что осталось там. А вот такое-то все, наверное, там, разбомбили, как по-нашему, говорит, что там уж. Быстро так раз-раз все, проголосовали. Опа, оказалось, что подоткосно. Может, конкуренцию кому-то, там и Владимирский видзавод работает, может. А с продуктами-то как здесь решаете? А с продуктами, в деревне магазин, там, все. Это сколько туда? Да, да, да. Да, потихоньку, а что тут, понимаете, привозят там, самое основное. Ну, вот, которая у дороги, да? Да, да, да. А тут электричества нету. Нет, здесь нет. И не было? Шло, вот она, вот идет, вот она, так идет через балло. Было, электричество, здесь вот с форматом стоял, как раз, ну, поселок. О, тут много было людей-то, что-то, и бараков было, вот это все дома тут круглая. Я говорю, клуб был, все, и медпункт был, столовая тут, когда вот это все дело там. А потом потихоньку стало угасать, а потом тут осталось, вот, наверное, сколько лет назад, немножко, вот и было. Ну, так давно. Сразу один дома болелся, второй вот этот сгорел. И люди сразу как пук-пук-пук и ковырнулись, как будто один за другим. Можно фильм ужасов снимать. Сейчас много где, к сожалению, можно фильм ужасов снимать. А все только показывает, все прям. Все развивается. У нас все идет, да, но просто, ну, как-то не знают, у нас еще, на самом деле, это же, ну, нет, это не правда все. Угасает, да, если туда ехать, вон, где это, боровичи туда в сторону, там, сколько, там, этих коров держали все раньше. Вот, вот эта деревня, там, бахмара, следующая, вот вы нам были там, не были? Нет, еще не доехал. Вот туда, да, и там тоже есть, как говорится, эти все уже. Была такая деревня, там, коров в стадо гнали, это просто было. Идет и идет, машины пропускают, там, столько коров, поросят, там, все, вот эта ферма, полки. Все, как бы, сейчас приедете, там, все, как будто, полигон, все, как будто, вот, вымерши, да некуда. И дальше туда едешь, вот, за Балагою, туда, вот, на Боровичи тоже, сколько, брошено все, каменные все эти строения, все это, все, как люди, не знаю, просто это, выживают. Ладно, ладно, кто вот еще, ладно, пенсию, там, маленько хоть себя, там, что-то, все-таки, как, а что на пенсию, он, ЖКХ, ФГХ, там, все, вот, свет, газ, все, и все прибавляет, и все прибавляет, скажем, вот, как специально все равно, что ли, уничтожение. Побывали мы в двух поселках, совершенно нежданно, негаданно я для себя открыл достаточно много нового, очень меня поразили женщины в этом клубе, где мы были, Их энтузиазм, их желание, стремление сохранить историю своего родного края, своих мест, собрать по крупицам эту историю. В наши дни это просто огромная редкость, встретить таких энтузиастов. Все это сделано с такой любовью, и несмотря на то, что, да, вот, вроде как село, оно умирает, Вообще, к сожалению, такая тенденция идет к тому, что маленькие населенные пункты, чем дальше от Москвы, тем быстрее оттуда уезжает коренное население в большие города. Вот, и несмотря вот на всю эту тенденцию, увидеть такую любовь к своим родным местам, это очень-очень здорово. Так что, до новых встреч, всего вам самого наилучшего, всем пока!